Всем привет! Я уже, наверное, не раз говорил, что очень люблю девайсы, которые вызывают прям совсем какие-то бурные эмоции. Пусть даже если это не супер положительные эмоции, а какие-то, может быть, какие-то немножко негативные, но все равно эмоции, потому что жизнь, она должна состоять из этих вот эмоций и впечатлений. И вот данные Bluetooth-наушники от фирмы Kron, модель называется CMBH5050, она вот как раз тот самый пример того, как какая-то, казалось бы, простая вещь какая-то, такая как Bluetooth-наушники, могут вот прям действительно вызвать очень классные, хорошие, положительные эмоции. Стоит эта модель в районе 2500-2700 рублей, за там 2800-3000 рублей вы точно сможете найти эти наушнички у себя в городе, если что, ссылочка будет в описании под роликом. И прежде чем я расскажу вам самую главную фишку этой модели, давайте сначала посмотрим на комплектацию. В комплекте помимо никому не нужного гарантийного талона и очень даже полезной инструкции, я настоятельно рекомендую ее почитать, чтобы иметь представление о том, что вообще имеет эта гарнитура. В комплекте также еще идет два кабеля. Первый это кабель USB Type-C для зарядки, он такой достаточно коротенький. И обычный аудиокабель AUX, три пина с каждой стороны, для того, чтобы можно было подключить наушники по проводу и использовать как обычные проводные наушники, не гарнитура, обращая внимание. Потому что трехпиновый разъем означает, что микрофон сработать при проводном подключении не будет. И еще в комплекте идет прикольный такой синтетический чехольчик, который на мой личный взгляд лишним в принципе никогда не бывает. Я наоборот рад встречать чехольчики, даже если это недорогая гарнитура, точнее особенно если это недорогая гарнитура. Потому что видеть мешочек у дорогой гарнитуры это как бы вполне нормально, а вот если модель стоит недорого, но в комплекте идет классный удобный мешочек для транспортировки, это однозначно хорошо. Итак, возвращаемся к нашему герою. На первый взгляд вполне обычная Bluetooth гарнитура. Полноразмерная, с большими мягкими амбушюрами, с достаточно неплохим набором кнопок управления. Но в принципе-то, что в них должно быть такого интересного? Складная конструкция? Нет, не удивили. Понятно, что регулируемое оголовье. Функционал. Есть у нас слот для карточки microSD, чтобы музыку запихать. Господи, запихать. Подстановить карточку с музыкой. Есть у нас режим работы FM-радио, то есть наушники умеют принимать радио, можно подключить по проводу. Есть, естественно, Bluetooth, есть эквалайзер. Удивили? Нет, не удивили. Давайте посмотрим, что же реально удивляет. Для этого нужно включить наушнички, подключить к смартфону и запустить какую-нибудь музыку, желательно без авторских прав, чтобы YouTube меня не порезал. Проверяем. Работает все. Точнее вот так, да? Вот. Работает все нормально. А теперь поворачиваем наушнички. Поворачиваем назад. Звук идет. Но это режим работы наушников. А для того, чтобы перевести в режим работы как Bluetooth-колонка, надо повернуть чашки. То есть эта модель умеет работать не только как Bluetooth-наушники, но и как Bluetooth-колонка. Причем стереоколонка, потому что у нас, естественно, два излучателя. Излучатель 40-миллиметровый. И если верить производителю, хотя в чем лично я немножко сомневаюсь, при работе в режиме наушников мы получаем усилитель класса AB с мощностью 500 мВт на канал, 0,5 Вт. А когда мы переключаем в режим работы колонки, мы получаем 3 Вт на каждый канал в сумме 6 Вт. И почему-то усилитель класса D. Я как-то очень сильно сомневаюсь, что в наушники уместили сразу два усилителя D класса и AB. Вряд ли. Скорее всего, наверное, просто... Ну, понятно, что меняется режим усиления. Может быть, как-то меняется режим работы. Возможно, в режиме работы колонок там чуть-чуть страдает качество именно усиления, может быть, ну, для того, чтобы просто выжать больше мощности. Но сам факт, что благодаря установленным 40-миллиметром излучателям, что, в принципе, сам по себе нормальный размер для наушников, но благодаря тому, что здесь стоит именно какой-то мощный усилитель, мы получаем еще вдобавок и функцию колонок. Сразу скажу, что, в принципе, в режиме колонок эта модель играет достаточно громко. Играет чуть громче, чем мой любимый креатив Mova 2C. Но в плане баланса звука, конечно же, здесь басов очень сильно не хватает. А вот высокие частоты, они несколько задраны. То есть звук становится несколько имбалансным. Но для того, чтобы просто послушать музыку в компании, ну, ясное дело, что, как бы, в первую очередь, это именно наушники. То есть предполагается, что мы слушаем музыку единолично. Но, например, если вы хотите, там, на какое-то время поделиться своей музыкой с окружающими, или, например, просто взять, выкрутить наушники и, там, ну, не знаю, там, например, разговаривать, а музыка пусть при этом тихо играет так, чтобы ее все слышали, это очень даже вариант. Ну вот, я рассказал вам о главной фишке, теперь давайте вернемся, как, как бы, пойдем с самого начала. Начнем с дизайна. Пластиковые корпусы, есть у нас металлические элементы в оголовье, достаточно мягкие, естественно, это кожзам. Абюшуры толстые и достаточно мягкие. Но вот в плане эргономики, я думаю, вам прекрасно видно, да, какой у нас здесь угол, радиус. И какой радиус становится, когда я одеваю наушники на голову. То есть, на мой личный взгляд, все-таки эта модель больше создана для подростков. Не хочу сказать, что эта модель сидит на моей голове как-то неудобно, достает мне какой-то дискомфорт. Конечно же, мягкие амбюшуры, они отчасти компенсируют, скажем так, более усиленный прижим, чем хотелось бы. Но зато получается хорошая пассивная шумоизоляция. И, в принципе, на голове наушники сядут очень уверенно. То есть, за эргономику я ставлю не пятерку, но такую твердую, хорошую четверочку. По органам управления все достаточно интересно. На правой чашке сзади прям хорошо нащупывается пальцами кнопочка play и регулировка громкости вверх-вниз. И вот эти вот две кнопки, которые пальцами очень тяжело нащупать. Приходится, мне лично приходится в первое время наушники снимать и смотреть, где какая кнопка находится. Вот эти вот маленькие кнопочки. Одна из них кнопка включения и переключения режимов работы. Вторая кнопочка настройки эквалайзера. Есть две предустановки усиления баса, усиления вокала. Оба режима мне вообще не понравились. На мой взгляд, они только портят звук. Поэтому эквалайзер я использую в режиме normal, то есть без внесения изменений в АЧХ. Есть 3,5-мм аудиовход, чтобы подключить наушники по проводу. Есть порт Type-C современный для зарядки наушников. И сверху, как я уже говорил, слот для карточек, для того, чтобы можно было установить карточку с музыкой. И, в принципе, не быть независим ни от чего. Ни от провода, ни от блютуза, ни от радио. Что касается качества звука при использовании в обычном режиме в режиме наушников, я могу сказать, что звук достаточно сбалансирован. Да, конечно же, чувствуется некоторый недостаток детализации в сравнении с более дорогими наушниками. Но, в принципе, звук каким-то имбалансным или каким-то неправильным я назвать не могу. Всего, в принципе, вполне в достатке. И басов хватает, и высокие частоты не режут слух, но вполне нормальные, вполне детализированные. Ну, в общем, в плане звука за свою цену прям нормально. Но, конечно, с более дорогими наушниками тягаться будет очень тяжело. А вот так звучит микрофон Bluetooth и гарнитура, которая по совместительству может выступать в качестве Bluetooth-колонки. Экран Micro 7DH 5050. Раз, два, три, четыре, пять. Вы можете за этих погулять. Принесли его домой, и оказался он живой. Раз, два, три. Ну, и осталось, наверное, рассказать про автономность. В режиме работы наушники мы получаем до 12 часов работы. В режиме работы колонки до пяти часов работы. Встроенный аккумулятор имеет емкость 450 мАч. И, в принципе, вполне нормально то и на то выходит, что, если же возьмем, например, Bluetooth-колоночку с такой емкостью, с такой батарейкой, то она будет работать тоже там сопоставимые пять часов работы. То есть, в принципе, в этом плане все достаточно честно. Итак, что по итогу? Ну, во-первых, это достаточно недорогая модель. И, в принципе, даже если бы здесь не было вот этой фичи, режим работы колонок, то даже за свои 2700, там, 800, пусть даже 3000 рублей мы получаем очень хороший функционал, хорошее качество звука именно в наушниках. И, в принципе, нормальную, не суперрекордную, но нормальную автономность 12 часов тоже вполне неплохо. Конечно же, я бы посетовал на то, что здесь нет АПТХ, хотя стоит модуль Bluetooth 5.1. Там нету, грубо говоря, там активной шумоизоляции. Но давайте закатаю губу обратно, потому что за эти деньги этого же, в принципе, уже неплохо. Это уже больше, чем достаточно. А вот эта вот фишка использования наушников в качестве Bluetooth-колонки, при этом достаточно громкая Bluetooth-колонка на самом деле. Она потягается с Bluetooth-колонками, которые там написаны, там, 5, 6, там, 8 ватт, которые, понятное дело, будут стоить дороже. Можно взять, например, колонку, там, рублей за 500, за 700, за 1000. Но тут тогда-то мы получим два устройства, да? То есть, если возьмем отдельно наушники, отдельно колонку. А здесь мы получаем устройство 2 в 1, которое достаточно удачно выполняет как функцию наушников первого устройства, так и функцию колонок второго устройства. То есть, в принципе, реально очень-очень интересная и годная модель. Немножко придерусь к эргономике, но это именно с моей головой, возможно, проблемы. А я настоятельно рекомендую каждый раз, когда вы покупаете какую-то технику, примерить ее, в первую очередь, под себя, потому что мы с вами, люди, наверняка, разные. У каждого голова разная, у каждого слух разный. И, наверное, эргономика это практически единственное, к чему я так вот могу в данной модели придраться. Все остальное мне в этой модели реально очень понравилось. Очень-очень-очень прикольные ушки. Своё мнение пишите в комментариях. Не забываем при этом оценить видео лайком-дизлайком, подписываться на канал. Не забываем ставить лайки, дизлайки, жать колокольчик, если хотите одними из первых узнать о видео. Не забываем подписываться на телеграм-канал. Ну, а меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!